Видите ли, у нас в Латвии существует два типа национализма, у нас существует национализм почвенный, к нему привыкает, ну скажем так, где-то вот народная партия, зеленые, ну, почвенники, да, почвенники, да, и есть западники, западники это вот явные слайкс, вену тиба, то есть они постоянно постулируют либеральные ценности, защиту прав, так сказать, сексуальных меньшинств тоже и... И как-то разбавляет их или сдабливает национализмом, да? Ну, национализм, вы знаете, национализм в этом блоке носит такой вторичный характер, я считаю, что есть там, конечно, достаточно отмороженные персонажи, вроде Крестовский, да, но есть и люди, которые, скажем так, для них национализм скорее гражданский носит характер, то есть они готовы включить в состав общности латвийского народа и не латышей, но только на определенных условиях, чтобы они никогда не выдвигали требования относительно, например, второго языка и так далее. То есть вот недавнее выступление господина Яунупса, если помните, что мы готовы дружить с Центром Согласия, если он не и по пунктам дальше. Ну, конечно, помним, он же у нас это сказал. Ну вот, я считаю, что ему нужно вот эти вот требования, да, прежде всего поставить свои партии какие-то, потому что ведь они завоевали всего 8 мандатов в Рижской Думе, и когда партия, у которой 8 мандатов что-то диктует, партия, у которой 26, ну это по меньшей мере смешно. Из тех партий, которые сейчас впереди, как вы думаете, вопрос гостю, кто-то из них морально готов проиграть? Спасибо. Понимаете, мне кажется, что не все партии, к сожалению, думают о первых местах. Есть партии, которые думают просто о прохождении в парламент, что мне кажется достаточно забавным. Зачем участвовать без какой-то большой идеи, без мечты занять первое место? Значит, твои идеи уже не конкурентоспособны. А зачем, кстати? Ну вы знаете, вот есть такая пословица, не догоню, так хоть согреюсь. Вы знаете, а никто не задавался вопросом, почему у нас в Латвии на этих выборах, если не ошибаюсь, 16 партий участвуют, да? Реально? Реально, 6 могут пройти. Но те, которые участвуют, они борются за вот эти 2% голосов, потому что через 2 года начинается политическое финансирование из бюджета. Ну теперь уже даже через полтора. Да, через полтора. И поэтому те партии, которые получат, ну скажем, там парочку процентов, они потом из бюджета будут исправно получать финансы, которые будут годный год. Как все прагматично. Но, к сожалению, вы понимаете, не мы такие законы устанавливаем, это Европа нам советует, чтобы было меньше коррупции якобы в политике. Но на самом деле мы получим, так сказать... Только из двух карманов, из государственного и из частного. Да, да, и из спонсорского, да, потому что мы сейчас видим, что... Два в одну? Да, мы сейчас видим, что вот та же самая компания Шлесерса-Шкелы, да, как они используют все возможные методы для своего пиара. Те же самые хоккейные болельщики поднимают номер 8, да, и говорят, что типа восьмой, восьмерка, вперед. А самое интересное, это мой спортивный обозреватель, ну, он больше спортом, естественно, интересуется. Он говорит, слушай, я был уже на этой трибуне рядом с этими ребятами, и я, говорит, мне в голову не пришло, там как-то мелкими буквами написано название партии, а восьмерка. И он подумал, что это капитан нашей команды Сандис Озринч, который играет под восьмым номером. Ну, в общем, для пиара нету каких-то границ, поэтому я считаю, что, конечно, все хотят быть первыми, но, к сожалению, первый будет один. Вы знаете, если какой-то человек не разбирается в вопросах истории, и его выводят на прямой эфир, и задают ему в лоб вопрос, а он не может на него правильно отреагировать, ну, вы знаете, это позиция одного депутата или одного кандидата в депутаты. Вот, для меня прекрасно известен тот факт, что Латвия была интегральной частью Советского Союза в течение 45 лет, и ни о какой оккупации в это время говорить не приходится, поскольку граждане оккупированной стороны не могут служить в армии страны-оккупанта, не могут избираться и быть избранными, и так далее, и тому подобное. То есть, латыши и жители других стран Балтии, они были просто такими же советскими гражданами все это время. Безусловно, мы можем говорить о незаконности с точки зрения международного права событий в 40-м году, но называть 45-летний период оккупации, это, извините, это значит отказаться от своей собственной жизни, от своей собственной истории. Пускай те историки, которые получали научные звания в советское время, теперь откажутся от своих дипломов, выбросят их в урну, и вообще посыпят голову пеплом, и никогда не будут больше подходить к исторической науке. А читать мы будем только тех молодых людей, которые после 91-го года закончили вуз. Я считаю, что на самом деле вопрос оккупации или не оккупации, вы знаете, сейчас, через 20 лет после независимости, мы оккупированы скорее международными финансовыми организациями, вот об этом сейчас нужно говорить. Окопаться и копошиться в этих старых язвах, мне кажется, что это занятие для политических некрофилов из Вису Латвия. Кстати, об оккупации международными организациями. Уже сейчас начинают прикидывать, чего там придется отрезать в следующем бюджете. Ну и вот как вам видится эта ситуация? Потому что вчера у нас была Солвит Аблтиня, которая на вопрос о том, есть ли два сценария, скажем так, в зависимости от того, сколько потребуют международные кредиторы. Она сказала, что это все слухи и ничего такого нету, естественно. Я хотел рассказать немного, отклониться от темы, как бы потом вернуться. Я работаю в комиссии по делам Европы, и мы там отслеживаем график освоения Латвии средств из Европейского Союза. Так вот, последние данные, я, к сожалению, не взял эту бумагу в студию, там у меня точно написано. Количество тех денег, которые мы освоили из предложенного Евросоюза, это 20-25%. То есть мы не берем те деньги, которые нам предлагает Европа, и в то же самое время занимаем чудовищные проценты, деньги у Международного валютного фонда, сейчас занимаем у Скандинавии очередной заем и так далее. Почему это происходит? Потому что наша бюрократия, она действует по принципу, если ты им не заплатил, не откатил, то они тебя будут всячески мурыжить, и проект его никогда не пройдет в Европейский Союз на эти гранты. Поэтому я считаю, что нужно просто гнать в шею этих людей, которые занимаются в Минфине, в Минэкономике распределением европейских денег, менять полностью всю эту чиновничью олигархию, и нормально решать эти вопросы. И тогда не потребуются просто эти заемные деньги, и бюджет можно будет сверстать нормальный на следующий год. Вы уже сказали ключевую фразу, что вы отслеживаете. Просто поясните радиосустелям, всем нам известно, по крайней мере, из теории, что парламент, у нас парламентская страна, то есть парламент должен недолго отслеживать. Вы как-то повлиять можете, можете вызвать на ковер чиновника и сказать, что уволен, уволен. Я расскажу насчет чиновников. У нас вот написано, например, повестка дня, распределение европейских денег. Министр финансов Рябша, значит, должен прийти. Приходят второстепенные чиновники, которые кивают головами, крутят носом и так далее. А председатель комиссии, это госпожа Вайра Пайглы, она у нас тоже из блока Вена Тиба. То есть там, на самом деле, рука руку моет. У нас сейчас в этой комиссии, сейчас я вам скажу, 4 депутата из Центра Согласия. В общем, оппозиция, в принципе, не может сейчас полностью проконтролировать это распределение. Но я лично, зная примерно, как там эти вещи срастаются, я готов этим заниматься и в будущем СЭМе, если меня изберут. И для меня главное сейчас, это все-таки перенаправить вот эти финансовые потоки на те вещи, которые более нужны Латвии. Ну, в частности, строительство дорог и ремонт улиц в городах. Потому что это тоже можно и нужно осуществлять за счет европейского бюджета. Задам идиотски наивный вопрос, а вот реально вообще разобраться с этой чиновничьей олигархией? Вы знаете, есть такие люди. Все об этом говорят. Я расскажу, я расскажу. Дело в том, что вот, скажем так, есть министр, да, есть государственный секретарь, который фактически выполняет функции министра. То есть министр это политическое лицо. Госсекретарь занимается всеми вопросами министерства. Дальше существует парламентский секретарь, который существует связь между, ну, как бы, Сеймом и Кабинетом министров. То есть, если на всех трех постах будут люди из нашей партии, я думаю, что мы этот вопрос решим. А если не будут? Я надеюсь, что будут, потому что финансово-экономический блок это то, на что мы, в общем-то, нацелены будем в любом случае. Вы понимаете, я не думаю, что центр согласия будет претендовать, например, в коалиционном правительстве на пост министра обороны. Вы понимаете, ну, это классно, конечно, там, поиграть в наши три танка, но вы понимаете, когда неизвестно, что будет с зарплатами тех же учителей, например, в 2011 году, ну, какие будут налоги. Я считаю, что самая главная тема для нас сейчас, это бюджет на 2011 год. Вот этим должен будет заниматься парламент с первого дня своего существования. Кстати, об учителях, поскольку вы в этой комиссии тоже по образованию Сейма. Недавно было сообщение о том, что они даже не знают, сколько они будут получать. Абсолютно. Так что вот в школе, где мой сын учится, директор сказал, что даже не знает там тарификацию там и все остальное. А как это вообще возможно такое? Да потому что у нас бюджеты такие, понимаете. То есть вот эта тема госпожа Коки придумала такую схему, что деньги следуют за учеником. И вот сейчас мы видим, что на самом деле даже в крупных реческих школах нет такой ясности. А что же касается малых школ, то есть сейчас до сих пор закрываются в этом году малые школы, к счастью, не в Риге.